Руководитель консультационно-диагностей Сергея Николаевича Пантера, кандидата психологических наук. Он вам расскажет именно об этой самой насущной на сегодняшний день проблеме, связанной с консультацией на семью детьми в раз в дистанционном режиме. Его сообщение будет называться «Возможности и ограничения онлайн-формации». Сергей Николаевич, вы на связи. Скажите что-нибудь. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно. Рад всех приветствовать в новом для нас формате. В этом старом, как говорится. Давайте немножечко представлюсь. Меня зовут Сергей Николаевич. Я являюсь руководителем консультативно-диагностической службы Федерального ресурсного центра. И, как мы уже неоднократно выступали на разных конференциях, семинарах, опубликовали металлические пособия. Основное направление нашей службы заключается в том, что мы консультируем семьи российской... Мы консультируем семи из регионов Российской Федерации. Семьи, которые обращаются к нам по различным запросам. И у нас всегда проводился уже на протяжении нескольких лет проводится такой формат, как диагностический курс, направленный на то, что мы проводим диагностику комплексного ребенка и составляем на основе полученных результатов рекомендации по коррекционной работе и по образовательному маршруту. Но всегда у нас было такое направление работы, как онлайн-консультации. Мы уже давно запустили такой фрагмент работы, как консультация по скайпу, и к нам обращаются не только родители, но и специалисты. Поэтому у нас уже есть некоторый опыт, но в связи с нынешней ситуацией, которая сложилась, этот формат работы, дистанционный онлайн, он стал наиболее актуален на данный момент. И благо то, что у нас уже есть на этот момент и опыт работы, и знания, и понимания, и мы как-то смогли достаточно легко перестроиться в этот новый формат для нас, точнее, для страны. Для нас уже отработанный формат. Но несмотря на это, мы столкнулись с рядом трудностей, о которых, наверное, сейчас мы с вами поговорим и которые я озвучу. Но хотелось бы сначала обозначить основные запросы. Я, наверное, здесь повторюсь, потому что мы про это говорили много раз. Несмотря на дистанционный формат консультации, причины обращения семей все те же самые. по-прежнему люди обращаются по вопросам особенностей развития ребенка с той целью, чтобы понять, что с ребенком, есть ли у него аутистические проявления или нет этих аутистических проявлений. Что означают определенные особенности развития, какие прогнозы могут быть в развитии ребенка. вторая причина обращения по-прежнему это запросы, направленные на составление программ коррекционной работы и получение рекомендаций именно по коррекционной работе. Несмотря на то, что родители находятся сейчас дистанционно и в режиме нахождения дома они по-прежнему продолжают заниматься. и ни для кого не секрет, что сейчас все переведено на домашнее обучение и учителя дают задания. Но и психологи также дают задания. Кстати, по этому поводу мы еще во второй части моего выступления немножко про это поговорим. И третье это запрос на получение рекомендаций по образовательному маршруту. Люди находятся дома но при этом вопрос а куда я на следующий год поведу ребенка учиться, в какую школу, по какой программе он по-прежнему сохраняется. Родители готовы много чего делать для ребенка перестраиваться на новый формат для себя, переходить в новые роли, осваивать новую программу, новую профессию для себя даже в неряде случаев осваивать. Но при этом понимать на какую адаптированную образовательную программу ребенка готовить. и поэтому эти запросы по-прежнему сохраняются и родители дистанционно к нам обращаются и с этим вопросом. И последняя частая причина обращения это если возникают трудности обучения ребенка. то есть когда родители начинают заниматься с ребенком дома в данный момент дома сталкивается с определенным рядом учебных трудностей. И вот здесь очень важно родителю помочь объяснить выявить во-первых эти трудности и пытаться дать ему способы преодоления данных трудностей. Так вот с какими трудностями мы столкнулись когда к нам стали в большем объеме обращаться в таком формате дистанционном. Наверное это будут очевидные вещи но я их постараюсь структурировать и первая самая трудность это трудность организация процесса обследования. До этого момента мы могли в своем кабинете в своем собственном пространстве которое специально уже подготовлено организованно с учетом всех потребностей меня как специалиста для обследования и также для ребенка потребностей этого пространства уже к сожалению на данный момент сейчас нет поэтому специально организованной среды ее нет в ряде случаев на 50% у родителей есть стимульный материал благодаря которому я могу предложить задание и родители попробуют это задание выполнить но в ряде случаев у родителя не будет в наличии определенного стимульного материала который мне необходим для обследования ну и также нельзя обратить внимание на то что как бы ребенок не был готов к обследованию то родители имеют право не знать как проводить это обследование имеет полное право это не уметь и соответственно это затрудняет также процесс сбора информации по ребенку поэтому отсюда исходит вторая трудность это некоторые ограничения с которыми мы столкнулись это преимущественно сбор информации может происходить именно со слов родителей и здесь мы сталкиваемся с некоторой может быть необъективностью результатов приходится задавать в два раза или в три раза больше вопросов для того чтобы все-таки прояснить некоторые сформированности определенного навыка или группы навыков или выявить определенное поведение у ребенка и соответственно это может являться определенной трудностью ну и соответственно одно и самое главное это отсутствие возможности в общем-то непосредственно взаимодействия специалистам с ребенком не только для диагностики но и вообще если говорить о дальнейшей коррекционной работе в данном случае я педагогом психологом то в моей работе уже встает вопрос а как мне взаимодействовать дальше с ребенком непосредственно мне ну наверное это самые основные ограничения с которыми мы сейчас столкнулись да и мы стали думать а вот как мы как бы нам эти ограничения преодолеть да вот благодаря чему и пришли вот к такому результату что в общем-то собак получить данные о развитии ребенка возможно и достоверность их она как процент достоверности этих данных достаточно очень высокий все будет на нас ждать зависеть в первую очередь от запроса с которым обратилась семья значит и первое как бы что нам позволяет собрать информацию о ребенке это опрос родителя то есть это вопрос направлен на прояснение запроса вопрос направлен на прояснение ананаса ребенка на в истории его развития то есть именно то что хотел бы родитель рассказать про своего ребенка как он видит трудности как он видит развитие ребенка и соответственно как бы попытаться конкретизировать возможно в ряде случаев именно запрос родителя второе что благодаря чему можно получить данные о ребенке это проведение диагностики диагностики основанной на опросе родителей то есть существует целая батарея методов которые строятся именно не на диагностике самого ребенка а на опросе родителей то есть важно вот я здесь повторюсь при опросе достаточно подробно и большим процентом разъяснений вопросов проводить данные методики те же самые скринговые диагностические методики они строятся именно на опросе родителя шкала адаптивного поведения Вайланд которая у нас очень в практике часто используется и применяется она также строится на основе опроса родителя желательно конечно к присутствию ребенка но в общем-то допустимо и опрос со слов родителей также различные протоколы педагогического психологического обследования они могут частично заполняться именно со слов родителей при этом что важно указать про содержание именно вот этих протоколов психологическое педагогическое обследование важно чтобы сбор материалов проходил по базовым сферам это коммуникация это социально-бытовые навыки это социализация это моторное развитие навыки имитации учебное поведение и академат протоколы психолого педагогического обследования они должны содержать в себе вопросы может быть задания которые будут отражать именно информацию по этим указанным блокам навыков или группам навыков или сферам развития дальше что еще может помочь сбору информации это в ряде случаев с детьми имеющие вербальные навыки способны взаимодействовать через средства онлайн связи это взаимодействие специалиста специалиста с самим ребенком посредством онлайн связи в нашем случае это через скайп здесь также можно предлагать задание ребенку предполагая что он сможет вербально ответить на эти вопросы задания которые имеют вербальные ответы можно проверить уровень развития коммуникативных навыков это можно проверить ряд академических навыков уровень социального развития в принципе также можно посмотреть через взаимодействие с ребенком понятно что не все дети готовы к этому но в ряде случаев в моей практике я сталкивался с этим я общался с ребенком задал вопросы общались с целью проверки определенного уровня развития ну а в случае если мы сталкиваемся с нежелательным поведением то здесь мы можем давать родителям задание по заполнению определенных таблиц наблюдения за поведением ребенка да и в дальнейшем обсуждать полученный результат и никто не отменял наши классические способы это анализ уже имеющихся на руках у родителей заключений и характеристик других специалистов то есть предыдущих заключений которые родитель имеет на данный момент и они достаточно свежие по дате вот ну опять же если это заключение давнее то мы можем например попробовать посмотреть некоторую динамику развития ну и соответственно анализ продуктов деятельности ребенка его творческой деятельности игровой деятельности учебной деятельности знакомство с тетрадями записями выполнением задания по школьной программе все это можно использовать для сбора информации по ребенку собственно вот на наш взгляд наверное это основные такие методы и способы получения информации о ребенке но мы для себя в данный момент открываем такое новое поле деятельности которое строится на основе именно видеоматериала то есть мы стараемся сейчас собирать информацию не только на вышеперечисленных методах но и с помощью видеоматериала и первое что мы стараемся сделать это поручить родителям даем задание поручение подготовить видеодемонстрацию сформированность различных групп навыков это и коммуникация это и взаимодействие с окружающими это бытовые навыки самообслуживание академические навыки сформированность учебного поведения все это можно попросить родителя снять и продемонстрировать в дальнейшем по видеозаписи при этом в ряде случаев мы проводим работу по обучению родителей то есть мы объясняем что именно нужно отснять какой материал как это выполнить это задание вот и здесь такой столкнулись с такой ситуацией что родителям это становится интересно потому что для них это некоторой такой такая возможность обучения как тестировать своего ребенка как выстроить проверку его науков как вообще в дальнейшем заниматься можно сказать что это уже с этого момента уже начинается консультация родителей по взаимодействию с ребенком поэтому это хороший ресурс это такая хорошая возможность выстраивания взаимоотношений с родителями и поддержки его в этой новой для него роли как хотите называть роль тьютера роль учителя но это для родителя действительно становится интересно пока что мы не столкнулись с тем что я не знаю я не умею нет родители прям с удовольствием готовы попробовать единственное что здесь важно сказать что видеоматериалы которые или фотоматериалы которые мы просим это они должны отражать запрос семьи то есть не все подряд снимают а вот если родители обратились с целью прояснения особенности развития ребенка то соответственно нужно посмотреть как он коммуницирует его поведение в обычное досуговое время его может быть если состав родителей у него есть аутистическая симптоматика может быть проявление вот этого поведения стимулирующего в дополнение к опросу если же это запрос на получение рекомендаций по образовательной программе то здесь конечно очень важно собрать видеоматериал по во-первых сформирование учебное поведение у ребенка сидит ли он за столом выполняет ли задания по поручению родителей до конца ли делать сразу ли понимает инструкцию до какого рода эти задания чтобы родитель продемонстрировал как он выполняет определенные задания направлены на формирование линейнерных математических представлений на развитие графомоторных науков письменных чтения речевые навыки проверить в общем видеоматериалы они должны отражать запрос который собственно обратились родители вот это достаточно на нас ждет еще раз повторюсь хороший ресурс новая такая возможность и достаточно хороший материал собирается на основе этого видео и это позволяет в дальнейшем более конкретно дать дать родителей более конкретные рекомендации по дальнейшей работе по дальнейшему обучению ребенка да конечно ситуация если важно проверить уровень интеллекта ребенка здесь мы пока сталкиваемся с определенными затруднениями особенно если ребенок если ребенок речевой и он способен взаимодействовать со мной как со специалистом перед видеокамерой в принципе вербальный уровень интеллекта я смогу проверить а если ребенок не речевой здесь я столкнусь с определенными затруднениями еще большей степени чем даже при очной консультации и очном обследовании ребенка вот но если у вас есть какие-то наработки в этом вопросе в этом направлении вот и вы считаете что это вы это ценная информация то предлагаю в чате сейчас делиться там предлагать идеи чтобы коллеги которые сегодня присутствуют в нашем фестивале могли также увидеть и взять для себя на вооружение для своей работы вот ну а дальше после того когда мы соберем информацию по ребенку мы как всегда описываем результаты то есть мы такое проводим небольшое онлайн консилиум с теми специалистами кто принимал участие в обследовании ребенка и о консультации в процессе консультации с родителем то есть мы обсуждаем мы обмениваемся информацией как друг друга по почте пересылаем так и просто в разговоре по скайпу мы обсуждаем какие рекомендации были бы более необходимы для родителя в зависимости от запроса обязательно большую характеристику обязательное заключение обязательная рекомендация по скайпу и рекомендация по коррекционной работе все это мы готовим и соответственно повторная консультация которую мы проводим она уже строится уже на основе этих материалов которые мы получили онлайн как бы важно что важно в самом начале я сказал что озвучил четыре основных причины обращения родителей и причины обращения семей нам в службу вот вот важно в рамках каждого обращения очень важно дать определенный набор рекомендаций который будет на наш взгляд более полноценен и весом и вот сейчас вы сможете увидеть что на самом деле в принципе все это все эти рекомендации можно также дать дистанционном режиме например если родители или семья обратилась к нам запросом как первичное обращение по особенностям развития ребенка первое что мы можем сделать это оценить риск наличия у ребенка раз это скрининговая диагностика ну а дальше проинформировать родителей про аутизм порекомендовать обращение к врачам если мы видим высокий риск развития расстройства аутистического спектра проинформировать родителей вообще про дальнейшие литературные сайт соцсети это шесть основных пунктов которые должны быть и как вы видите следующие обращения по вопросам организации коррекционных занятий с ребенком и меня слышно надеюсь меня слышно связь наладилась кто-нибудь напишите все ли в порядке спасибо спасибо коллеги значит следующая рекомендация да если например обращение идет по вопросам организации коррекционных занятий с ребенком как бы первое что мы можем сделать это либо сами самостоятельно организовать проведение вот этого обследования диагностики либо порекомендовать по возможности родителя пройти это обследование и какие направления должны то есть направления обследовать какие сферы должны быть обследованы у ребенка в нашем случае мы стараемся это сделать самостоятельно с помощью тех методов которые я до этого озвучивал вот я кстати здесь небольшой такой комментарий хотел бы дать уже многократно мы упоминали о таких диагностических инструментах как webimap и abelsair это две такие прекрасные диагностики навыковые которые позволяют оценить уровень развития ребенка по огромному количеству групп навыков и хотелось бы обратить ваше внимание что имея в наличии данной методики вы можете составлять протоколы и на основе их как раз строить психо-экономические опросы или обследования по тем способам которые мы только что обсуждали поэтому ссылаю вас к этим двум методикам и предлагаю так же как и мы пользоваться ими и на основе их строить свою работу дальше после того когда мы проведем или порекомендуем что важно опять же порекомендовать для родителей это определить направление коррекционной работы определить специалистов цели может быть методы программы коррекционной работы формы коррекционной работы опять же можно как индивидуально с родителем может быть там есть возможность у родителей сейчас какую-то мини-группу сделать из братьев когда ребенок с братом ребенок с раз имеющий сиблинг брат или сестру но хотел бы заметить что в общем то возможно сделать мини-группы по скайпу то есть если ребенок готов общаться по скайпу в общем то можно построить работу направленную именно на развитие коммуникативных наук и социального взаимодействия через скайп когда в общем то уже наши дети и подростки с чем сейчас борется мировое сообщество психологов это виртуальная реальность компьютерные игры на самом деле они там сидят очень по многу времени общаются у них свои группы свои сообщества и в общем то дети нам уже подсказали как можно проводить групповые занятия в какой форме с помощью каких инструментов теперь наша задача все это взять на вооружение и захватить это поле для своей собственной деятельности именно для психологической работы дальше ну и соответственно важно определить образовательной организации где ребенок будет получать эту помощь в какой форме и самое последнее в рамках этого направления это важно объяснить родителю как заниматься здесь может быть даже провести серию консультаций родителей направленных на обучение выполнение определенных заданий с ребенком чтобы родитель понимал каким образом отрабатывать определенные навыки развивать определенную сферу чему-то учить ребенка здесь очень важно родителя этому обучать если семья обратилась с запросом на получение рекомендаций по выбору образовательного маршрута то здесь опять же на основе диагностики если мы готовы провести или можем провести или у нас есть заключение уже предыдущее до начала дистанционного режима обучения то соответственно мы можем может быть порекомендовать или хотя бы сориентировать на ту программу которая может быть адекватным для ребенка в первую очередь что мы должны сделать это вообще проинформировать родителя о существующих вариантах программ образовательных то есть рассказать что есть что есть такое понятие как адаптированная основная общая образовательная программа что для каждого ребенка относящихся к той или иной группе детей или категории детей с ООЗа и существуют свои основные адаптированные образовательные программы и пояснить если мы говорим про детей сразу пояснить чем отличается 8.1 от 8.2 8.3 от 8.4 8.2 от 8.3 все это разъяснить родителям чтобы родитель понимал какие-то для себя ориентиры и мишени к чему тянуть ребенка на что он рассчитывает и понимать некоторые прогнозы развития дальше важно проинформировать родителей про модели организации образования здесь это про инклюзивную модель образования про может быть инклюзивное образование по модели ресурсный класс это получение образования в классах для детей с ОВЗ до аккредитационной класса в общем здесь может быть в ряде случаев я знаю во многих регионах это надомная форма обучения но собственно важно родители проинформировать чтобы он понимал на что способен его ребенок почему он готов и чтобы хотелось родителям чтобы родитель понимал из того что он хочет что более адекватно для ребенка ну а дальше конечно рассказать родителю весь порядок действий необходимый ему для поступления для записи ребенка в школу каким образом ребенок сможет поступить в школу на основе каких документов каких заключений вот так же важно рассказать родители про специальные образовательные условия что это такое и какие они бывают в общем-то в дистанционном режиме мы уходим на то что здесь мы наверное по данному запросу мы консультируем родителя и даем разъяснение вот ну и соответственно если запрос касаемые трудности обучения то здесь опять же важно провести диагностику либо получить видеоматериалы которые отражают уровень академических науков ребенка ну а дальше уже разбираться с теми трудностями которые возникают у ребенка в процессе обучения опять же здесь мы можем порекомендовать родителю адаптацию учебных заданий точнее даже способы адаптации учебных заданий учебных материалов способы помочь родителю подобрать способы адаптации образовательной среды который будет благоприятным для ребенка для его обучения может быть проконсультировать или дать рекомендации для учителя чтобы именно по способам адаптации материалов либо если как здесь я говорю про психолога но если консультация идет дефектолог то дефектолог здесь имеет возможность именно более качественно может быть подобрать способ адаптации учебного материала либо задания вот собственно получается что несмотря на то что есть определенные трудности обучения ребенка в дистанционном точнее трудности обследования ребенка в дистанционном режиме но несмотря на это есть и пути преодоления этих трудностей и способы предоставления более максимально качественной услуги для родителей в вопросе именно обучения и воспитания ребенка и сейчас бы я хотел еще также обратить ваше внимание что дистанционный режим обучения ребенка если до этого я говорил про диагностику и предоставление рекомендаций на основании диагностики то дальше мы переходим к коррекционной работе как же выстраивать коррекционную работу на основе чего какие есть возможности в этом направлении здесь я сейчас буду говорить больше про психологические занятия дистанционные хочу сначала сказать что вообще переход ребенка на дистанционный режим неважно сложившихся ли ситуациях либо это вообще ситуация совершенно другая очень много общаясь с родителями очень часто слышу что родителям рекомендовано обучение ребенка на дому такая надомная форма обучения и опять же многие родители говорят что ребенок на самом деле хочет в школу хочет находиться в школьной среде ему это нравится ему интересно но со стороны образовательной организации нет возможности предоставить данный формат по ряду обстоятельств вот и для ребенка во всех этих случаях это ну некоторая ну как сказать некоторая трудность которая осложняет его существование и обучение вот и в этой связи ему необходимо адаптации к новым этим условиям к таким дистанционному обучению вот и соответственно первая задача психолога которая встает в этой ситуации это до помощи ребенка в адаптации вот к данной форме обучения при этом я хочу заранее сказать наперед что если раньше я как психолог в работе с ребенком ставил одни задачи и понимал что ему сейчас нужно заниматься вот этим например развитие диалоговых наук то или игровых наук то в ситуации дистанционного режима обучения задачи должны они могут поменяться и это нормально что произойдет изменение этих задач и поэтому важно пересмотреть эти задачи заново чтобы понимать что сейчас для ребенка наиболее важно в данном режиме ну и соответственно самое первое еще раз повторюсь с чем мы начинаем это с адаптации ребенка к новым условиям и что может стать какие показатели вот здесь на слайде вы видите что может являться показателем успешной адаптации ребенка это когда ребенок начнет принимать правила которые ему предлагает родитель и ситуация он будет соблюдать режим дня ориентироваться на визуальное расписание ориентироваться причем расписание режима дня а также будет ориентироваться на расписание занятий во время выполнения заданий он будет выполнять инструкции под руководством родителя то есть если родители ему дают задание ребенок спокойно садится выполняет делает также если ребенок начнет взаимодействовать в режиме онлайн с педагогом это тоже будет одним из достаточно высоких показателей адаптации ребенка к новым условиям при этом ребенок достаточно будет комфортно себя чувствовать более-менее и сотрудничать с окружающим соответственно первая задача это помощь в адаптации при этом хотелось бы сразу обратить ваше внимание что в зависимости от уровня развития ребенка от уровня его речевого развития и интеллектуального развития от уровня его функциональности и от степени аутистических проявлений от степени проявления расстройства аутистических спектр также будут зависеть формы направления и методы работы если мы говорим о ребенке со сниженным интеллектом то преимущественно работа должна строиться в первую очередь через родителей то есть родитель является в этом случае ключевой фигурой для ребенка и родители начинают выступать в новых для себя ролях это учителя родители учителя родители тьютер артур валерь сегодня говорил про это тоже рекомендации и евгений говорила и обсуждая также этот формат у нас такой неформально возник вопрос такой риторический очень 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 много идет споров разговоров на тему возможно ли выступать родители в роли тьютера и вот вот в этой ситуации для нас появляется возможность проверить способен ли родитель быть в роли тьютера и насколько это будет правильно и что необходимо для того чтобы эта роль тьютера состоялась и реализовалась при этом педагог психолог или специалист любой даже учитель он в этом случае будет являться именно наставником или супервизором для родителей основными направлениями консультирования в этой ситуации именно с ребенком обучающим по программе 8.4 8.3 это способ адаптации среды это подбор способов мотивации ребенка формирование учебного поведения в домашних условиях коррекция нежелательного поведения и развитие навыков сотрудничества ну и соответственно взаимоотношения с ребенком вот если же ребенок с охранным и уровнем интеллекта и он способен принимать информацию через кайп то соответственно в этой ситуации возможно взаимодействие специалиста в данном случае психолога с ребенком по скайпу или по какому-то средству онлайн связи вот здесь еще раз напомню что цели которые выбираются специалистом они должны быть функциональны то есть необходимы для повседневной жизни ребенка если вначале это больше задачи направлены на адаптацию ребенка к новым ситуациям то в дальнейшем это совершенно другие задачи и вот в этой ситуации как бы вот в этот момент коллеги у нас появляются новые возможности вот на наш взгляд это такой хороший ресурс поработать с семьей и с ребенком в том числе по развитию таких направлений как социальные бытовые навыки навыки время предпровождение и досуговых навыков и навыки совместных игровой деятельности между родителями ребенком то есть если до этого когда ребенок находился в образовательной организации моя основная работа строилась на развитие коммуникативных науков между мной и ребенком между ребенком и другими детьми на развитие социальных навыков на развитие высших психических функций то сейчас и при этом работа с семьей она как бы она была но такая процент этой работы был гораздо меньше чем все другое потому что для этого необходимым возможно выход в семью а это не всегда предоставляется возможным работа с разными членами семьи опять же здесь затрудняется потому что чаще всего мы видим одного из членов семьи который приводит ребенка или забирает сейчас у нас появляется возможность оказаться внутри семейной ситуации развития ребенка посмотреть как он взаимодействует с разными членами семьи расспрашивать можно взаимодействовать не только с одним с одной мамой с отцом или с братьем сестрами посмотреть как они взаимодействуют через видеоматериалы через скайп пригласить их на общую встречу здесь появляется достаточно мощный ресурс наиболее функциональный навык на наш взгляд в этой ситуации это как раз таки адаптация ребенка к новой ситуации к новому режиму это навыки которые должны помогать развивать отношения внутри семьи с разными членами уметь себя организовать в свободной деятельности очень много сейчас говорится про развитие академических наук но в последнее время все больше и больше специалистов обращают внимание на то что нужно развивать именно игровую деятельность у детей развитие эмоциональной сферы ребенка и здесь как раз у нас есть возможность на это сосредоточить наше внимание и консультировать родителей объяснять обучать собственно вот на наш взгляд вот ситуация дистанционного обучения и режима дистанционного она открывает такой неожиданно для нас для психологов новые грани новые возможности и поработать с тем на что не хватало раньше времени а тем более социально-бытовые навыки это вообще отдельная история с которыми сюда входят и навыки самообслуживания как ребенок кушает как он одевается раздевается как он посещает туалет ванну заботится о своем здоровье гигиенические навыки как он какие-то выполняет бытовые поручения ориентируется в быту все это очень важно проработать чтобы это была полноценная работа поэтому ситуация нам позволяет и дает возможность на это сейчас сосредоточить наши усилия и наше внимание на этом у меня на данный момент все это прозвучали основные рекомендации и хотелось бы чтобы вы также делились с нами присылали вашим не обязательно нам писать письма хотя мы очень рады и готовы всегда отвечать на ваши письма сейчас будет работать чат но нам бы хотелось также если вы будете делиться своими наработками идеями как помогать семьям в этой сложившейся ситуации чтобы их пребывание дома и работа со своим ребенком она была максимально эффективна при этом не обязательно чтобы это был ребенок с каким-то особенным образовательной потребностью хорошо чтобы эти рекомендации были универсальны для всех детей потому что все дети сейчас оказались в равных условиях спасибо за внимание если есть вопросы то я готов ответить вопрос как известный процент детей которые могут обучаться школе и в какой именно школе известный процент детей сразу на данный момент таких исследований с нашей стороны не проводилось и мы также не знакомы с исследованиями по такой теме вот вы знаете наверное говоря о проценте детей которые могут обучаться в школе можно сказать что это сто процентов детей но есть огромное количество факторов которые не позволяют ребенку я сейчас не буду говорить там про трудности передвижения когда ребенок нарушение опорно-двигательного аппарата имеющий расстройство есть определенные невозможности связаны с организационными или ну какими-то не техническими а административными наверное ресурсами поэтому на наш взгляд все все дети должны обучаться школе но уже дальше есть вещи от которых на которые мы не не можем оказывать влияние поэтому отвечу наверное так определить уровень интеллектуального развития очень сложно особенно 9-13 лет методики можете подсказать известная методика векслера векслера если это ребенок речевой вербальный то наверное можно использовать невербальный интеллект полу векслера также можно посмотреть наверное в принципе если объяснить задание родителю и при этом включить видеозапись демонстрирую то наверное можно попробовать просмотреть есть методика теста кауфманов диагностика интеллекта единственно что у нас в россии мало где его можно найти есть уже всем известный психологообразовательный профиль PEP3 который выявляет уровень вербального нервального интеллекта вот когда у него есть там ряд заданий которые как раз позволяют определить уровень интеллекта единственное что у него ограничение в том что он для детей дошкольного возраста для подростков наверное это преимущественно если он речевой это тест векса у нас в россии используется мальчик обучается в общей образовательной школе на индивидуальном обучении по адаптированной программе для детей с раз варианта 8.2 3 классе пишет с печатными буквами учитель наставит на письменном написании ребенок отказывается проявляет негативизм прав ли учителя можно избежать письменных букв хотя бы в начальной школе нормативные документы на этот счет какие вы знаете здесь мне сейчас сложно вам сказать здесь нужно конечно смотреть знакомиться с требованием программе есть примерные адаптированные образовательные программы изданные издательством просвещения и рекомендую вам обратиться к этому документу и посмотреть какие требования по программе 8.2 к этому вопросу также можете написать нам этот вопрос на почту и специалисты именно школьного отделения они стараются вам на этот вопрос ответить но в первую очередь я бы рекомендовал познакомиться с таким документом который называется примерно адаптированные образовательные программы изданные издательством просвещения если ребенок невербальный или слабо вербальный каковы его шансы на учебу школьного смешанного типа коллеги начали задавать вопросы уже такие горящие они в рамках темы если ребенок невербальный слабый вербальный каковы шансы на учебу в школе смешанного типа коллеги есть такое понятие как индивидуальное расписание, индивидуальный план работы и адаптированная основная образовательная программа. А также есть такое понятие, как модели получения образования. Если ребенок поступает в школу смешанного типа, то мы говорим об инклюзивной модели образования. В рамках инклюзивной модели образования, возможно, две формы. Это инклюзив по модели ресурсных классов, а вторая – это полная инклюзивная инклюзивная. Но при этом для ребенка обязательно наличие адаптированной программы, обязательно наличие индивидуального учебного плана. То есть ребенок, индивидуальное учебное расписание. Ряде уроков ребенок посещает вместе со всем классом, часть уроков он может посещать индивидуально с учителем. Если это говорит ресурсный класс, то, соответственно, по потребностям ребенка обучение проводится в ресурсном классе, все остальное время ребенок находится в общем классе. Поэтому здесь нужно... Шансы есть стопроцентные. Важно правильно организовать процесс обучения. Подскажите конспекты занятий для детей с раз дошкольного возраста. Опять же, коллеги, конспекты занятий по какому направлению? Для психолога или для дефектолога, для логопеда? Здесь нам нужно уточнить. Но, опять же, все будет сходить из задач. То есть, если я говорить именно про психолога, тогда я как психолог в первую очередь должен сначала провести диагностику ребенка, определить цели коррекционной работы. И уже на основании коррекционных целей я буду составлять программу занятий. И уже составлять конспекты занятий. Готовых конспектов для детей с раз. Я могу порекомендовать, знаете, в вашем... Если говорить про психолога, есть такая замечательная программа. Модификация поведения для аутичных детей. Это программа автор Кэтрин Моррис. Эта программа лежит в общем доступе в интернете. Еще раз повторюсь. Модификация поведения для аутичных детей. Эта программа состоящая из 100 занятий, направленных, построенных в определенной иерархии по степени сложности. И есть смысл, наверное, обратиться к ней и попытаться именно выстраивать программу, возможно, в рамках этой программы. Потому что там как раз прописаны очень подробно инструкции к выполнению определенных заданий. Но опять же, еще раз повторюсь, все будет зависеть от той цели, которую вы для себя ставите как специалист. как специалист психолого-педагогического сопровождения. Психолог, афетолог или логопед. Насколько я знаю, диагностика ФРЦ детей в московской прописка платная. Коллеги, мы в рамках нашей службы действительно проводим консультации. Эти консультации бесплатные для семей из проживающих в регионах Российской Федерации. Семьи, обращающиеся к нам и проживающие в Москве, мы рекомендуем обращаться в городской психолого-педагогический центр. Потому что это организация, которая является нашим партнером. И это организация, в которой уже простроена работа по работе с детьми сразу. В рамках как диагностики, так и коррекционной работы. При этом там именно хороший блок коррекционных занятий предлагается в дальнейшем для ребенка. Как индивидуальных, так и групповых. Поэтому для всех москвичей существует городской психолого-педагогический центр. По секрету, наверное, скажу, что коллеги, которые там работают, это также коллеги, которые когда-то работали в Федеральном ресурсном центре. И это очень специалисты, зарекомендовавшие себя специалисты с большой буквы. Это те, кто буквально начинали работу в Федеральном ресурсном центре в свое время. В большой команде ряда других специалистов. Поэтому служба там хорошая, мы рекомендуем обращаться именно туда. Может ли у ребенка сразу при векстве сохраняться задержка психического развития? Можно ли просить поднижение программы с 1 на 2 в связи с проблемным поведением? Коллеги, может ли сохраняться задержка психического развития? Трудности развития могут сохраняться. К вопросу о понижении программы, все будет зависеть от степени усвоения программы ребенка. То есть, насколько ребенок осваивает эту программу, насколько он справляется с требованием к освоению программы. То есть, если ребенок при тех условиях, при которых он должен, например, ребенок учится по 8.1, соответственно, к освоению программы 8.1 определенный ряд требований. И определенный ряд требований, например, к адаптации учебных материалов и заданий. Если при условии этих учебных адаптации, созданных условий адаптации, допустимых способов адаптации учебных материалов и заданий, ребенок не осваивает программу, то на основании именно результатов контрольных работ, на основании заключений учителей и специалистов психологического сопровождения, на основании заключений по результатам диагностики, проводятся консилиумы, и вот уже только после на основании заключения консилиума школы мы можем рекомендовать родителям понижение программы. Но для этого необходимо сделать все необходимые меры, чтобы ребенку помочь освоить. Тот вариант, который ему рекомендован по МПК на момент поступления в школу. Самое сложное. Как именно организовать домашние занятия в условиях маленькой квартиры с присутствием еще одного ребенка, братик. Коллеги, у нас на сайте как раз в разделе дистанционное консультирование выложены рекомендации по способам адаптации образовательной среды и способам адаптации учебных материалов. Рекомендую обратиться к этим ресурсам. И еще хотел сказать, что у нас будет выложена рекомендация Министерства просвещения по организации дистанционного режима обучения. То есть по рекомендациям обучения в дистанционном режиме. В этих рекомендациях есть рекомендации по работе с детьми с раз. Но в первую очередь важно начать с визуального расписания и с подбора способов именно адаптации образовательной среды. Для того, чтобы, несмотря на маленькую квартиру и еще одного ребенка, организовать деятельность вашего ребенка. Тест Векслера, либо обратиться в образовательные организации или психологические центры, которые имеют возможность проведения теста. Либо можно поискать в интернете, потому что этот ресурс также есть в общем доступе. И вариант тест Векслера детского можно найти в интернете. Все время обучения должен присутствовать тьютор. Если я правильно правил вопрос, то вопрос звучит так. Всегда ли нужен тьютор в процессе обучения ребенка? Если вопрос звучит так, то давайте тогда разберемся, кто такой тьютор. Тьютор это специалист, который помогает ребенку осваивать образовательную программу. За счет первое, предъявления определенных видов подсказки. Второе, за счет адаптации учебных, помощи в разработке способов адаптации учебных материалов. И в разработке адаптации образовательной среды. Это все нужно для того, чтобы ребенок успешно осваивал образовательную программу. Но по мере освоения программы, все способы адаптации материала, все подсказки и все необходимые специальные условия, они должны уменьшаться, чтобы ребенок осваивал программу в естественных условиях, на уровне определенных требований к освоению программы, определенных норм. То есть тьютор, он должен быть, если коротко ответить, он должен быть до тех пор, пока он нужен ребенку. Если ребенок начинает справляться самостоятельно, помощь тьютора должна сокращаться. У нас маленький город, специалистов, которые могут работать с детьми с аутистического спектра, практически нет. Можно ли родителям выйти на специалисты в центр для получения консультации? Да, уважаемые коллеги, уважаемые родители, у вас есть такая возможность. Первая возможность, написать нам письмо с запросом на дистанционную консультацию. Можно просто написать письмо, требующее какого-то ответа, мы постараемся вам ответить в ближайшее время. Также можно написать нам в чат и получить какую-то консультацию в чате. То есть три варианта, пожалуйста, выбирайте тот, который вам наиболее удобен, и мы постараемся с вами связаться. Как записаться на онлайн-консультацию по поводу ребенка? У нас сейчас на данный момент два варианта. Первое, это написать нам на почту с запросом. Второе, это позвонить по телефону, мобильному телефону, который указан как раз в разделе дистанционное консультирование. Это мобильный телефон, который является временным в режиме дистанционного обучения. Поэтому, пожалуйста, заходите к нам на сайт и посмотрите. То есть можно записаться по почте, можно записаться через связь по мобильному телефону. Какие ресурсы для психологических занятий? Сергей Николаевич, секундочку, я сейчас выложила в чат ссылку для дистанционного консультирования, где есть все контакты, как вы можете записаться на эту консультацию. И кроме того, мы хотим еще подчеркнуть, что это абсолютно бесплатно. Вы можете обратиться к такой консультации в любой момент по имейлу, через форму связи. И все это будет бесплатно для всех регионов страны, включая и Москву. Ну да, я вот тоже сейчас в чат выложил... Сколько? Пять минут. Да, и коллеги, я тоже выложил в чат телефон, поэтому, в принципе, можете посмотреть, если... Какие электронные ресурсы для психологов, для дистанционных занятий посоветуете? Электронные ресурсы для психологов. Здесь коллеги, сейчас, наверное, пока затруднюсь ответить сразу. Ну, в первую очередь, это наш федеральный ресурсный сайт нашего Федерального ресурсного центра. И в разделе... Если вы зайдете в меню, и в разделе деятельность ФРЦ, есть такой раздел, как программное методическое обеспечение. Вот в этом разделе выложены все методические рекомендации, которые нами были разработаны, в том числе по занятиям. Поэтому, пожалуйста, заходите туда и пользуйтесь. Озвучите, пожалуйста, еще раз диагностические опросники для родителей. Коллеги, если я правильно понял Евгения Владимировна, то наши презентации будут выложены потом в общем доступе. И вы увидите этот список в презентации. Можно ли... Может ли семья с российским гражданством прописка в Москве обратиться за помощью Москве? Евгения Владимировна, ведь будет, да, выложена у нас потом презентация в общем доступе? Все спикеры, кто дает разрешение на публикацию презентации, и все видеозаписи будут выложены на портале федерального ресурсного центра, на официальном сайте фестиваля 2 апреля ИРФ. Так что по окончании фестиваля вы все материалы сможете найти. Спасибо. Может ли... В основной вкладке очень много частных вопросов сейчас, да? Коллеги, я еще раз призываю вас пользоваться вот этим дистанционным модулем и задавать вопросы уже в индивидуальном режиме по конкретным действиям, по имейлу или по хладной связи. Сергей Николаевич обязательно на все из них ответит, просто, к сожалению, у нас время не позволяет ответить на частные вопросы. Поэтому, Сергей Николаевич, у вас последний вопрос, наверное, вы можете ответить. Ну, в принципе, здесь вопрос про то, может ли семья обратиться, проживая в Финляндии, за помощью в Москве. Коллеги, пишите, обращайтесь, а мы уже рассмотрим ваши вопросы уже индивидуально. Поэтому давайте исходить из запроса, который вы к вам пришлете. В любом случае, рекомендации мы вам всегда дадим и поможем найти источники или ресурсы, куда можно обратиться за помощью. Вроде как вопросы пока что закончились. Надеюсь, всем было интересно, полезно. И спасибо за те вопросы, которые вы написали, потому что это очень важные, горящие вопросы. Давайте все вместе подключаться и поддерживать друг друга. Всем удачи! Коллеги, еще раз призываю вас пользоваться для вопросов вкладкой в чате «Вопросы». Иначе вопросы в общем чате многие мы пытаемся отслеживать, но все-таки так будет удобнее, если вы будете их там размещать. То, на что Сергей Николаевич не успел ответить. Вы можете написать уже по электронной почте непосредственно, если нужно. Я еще раз повторю ссылку на сайт дистанционного консультирования СРС. И мы продолжаем тему дистанционного обучения. Теперь уже сейчас с нами на связи будет учитель начальных классов Школы Федерального ресурсного центра Мария Иосифовна Береславская. Самая горячая тема – это вопрос дистанционного обучения. Обучение класса, которым столкнулись сейчас учителя по всей России. И особенно тяжело это для учеников в Крысове, в Крысове, в Крысове и в Крысове. Мария Иосифовна, поделитесь первым опытом. Добрый день! Первым опытом.